«Сердце матери» – это стихотворение о нелёгкой судьбе женщины в годы Великой Отечественной войны. Сегодня его читает сам автор Риза Юсуф. Написал он его ещё в начале 90-х прошлого века. А в этом году Медиа-центр имени Гаспринского издал одноимённый сборник стихотворений. Сегодня, благодаря Медиа-центру и благодаря тому, что у меня юбилейный год, я решил его собрать и сдать. Эти стихотворения всё написано от души, потому что многое, то, что я там написал, это я своими глазами пережил и видел. Обрела новую жизнь и книга участника национального движения Сияра Муртазаева «Раздумывая о будущем». Хотя Сияра Ган не был ни литератором, ни учёным-филологом, он живо интересовался вопросами развития крымско-татарского языка и культуры. Денье норм крымско-татарского литературного языка и вопросов алфавита, а также сохранению национального самоназвания «Крымские татары». Для наших молодых учёных, студентов и для всех это будет настолько, пусть оно небольшое, но настолько оно будет востребовано, вот всем тем, кто занимается историей, этнографией, культурой крымско-татарского народа. В 2016 году газета «Голос Крыма» начала публиковать крымско-татарские пословицы и поговор. Читателям народное творчество понравилось. И вот теперь пословицы, поговорки и приметы крымских татар собраны и доступны для всех желающих. Большой интерес сегодня факсимильное переиздание. Это пословицы, поговорки и приметы крымских татар. Презентацию сопровождали яркие концертные выступления. А перед представлением каждого издания проводили мини-викторину на историческую тематику. Была издана в 1914 году, но её даже в наших библиотеках сегодня нет в аналогах оригинала. Победитель получает свеженапечатанную книгу. Об этом тоже написано в этом сборнике. 1 сентября новые книги появятся в Республиканской крымско-татарской библиотеке имени Гаспринского, а также в школах Симферополя. Диана Бекмамбетова, Дмитрий Низовой, телеканал Милет.